МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухарьева. Здравствуйте. Вначале коротко о главе. Комфортно жить не запретишь. Более 30 общественных пространств, парков, скверов будет благоустроено в столице. Вместо урожая токсичный и бытовой мусор. В Шарабутахкинском районе началась ликвидация большой несанкционированной свалки. Путь от рядового свальщика до профессионального художника. О творческом пути Нурмагомеда Амарова смотрите в выпуске. Депутаты Народного собрания приняли отставку спикера парламента. Сам Хизришик Саидов на сессии не присутствовал. Открыл и вел заседание первый заместитель председателя Дагестанского парламента Сагидахмед Ахмедов. За принятие постановления проголосовали 64 депутата. Против – двое. Один воздержался, и четверо не голосовали. Сегодня перед началом 9 часов Адон Христаевич попросил те же слова благодарности. Они относятся к каждому депутату, я в большинстве уважения. Напомню, что ранее спикер парламента Хизришик Саидов подал заявление с просьбой освободить его от должности в связи с выходом на пенсию. Хизришик Саидов проработал в структуре более 8 лет. Более 30 общественных пространств, парков, скверов будет благоустроено в столице в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Салман Дадаев не только ознакомился с ходом ремонта по проспекту Петра Первого, но и выслушал волнующие темы жителей. Алина Багилова продолжит. На Петра Первого в Махачкале благоустраивают целый квартал. В микрорайоне редукторной запланирован ремонт трех дворовых территорий и одного сквера. Один два въезда на детскую площадку. Причем там, зимово скаляскому. Пошли, поставили, я через газу. Согласно проекту, планируется установить безопасное резиновое покрытие, детскую площадку, футбольное поле, скамейки, уличное освещение, а также озеленить зону отдыха. Я надо вот такую делать, переделывать. А, тогда получается, он и снова. На каждой из локаций мэр города побеседовал с жильцами. Представителями подрядных организаций отметил важность комплексного подхода к благоустройству городских территорий. Также уподчеркнул необходимость контроля качества проводимой работы. Мы сделаем, а больше с того машины парковаться. Никто не проедет. Это чем шире дорогу делаешь, тем хуже будет. Это тогда точно. Напомним, работа проводится в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проект также позволяет жителям столицы лично выбирать объекты для благоустройства, просто проголосовав на сайте 05 Горсреда. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ Махачкала. В Карабадахкенском районе началась ликвидация большой несанкционированной свалки после вмешательства Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. На землях сельхозназначения находился токсичный строительный и бытовой мусор площадью более 1 гектара. По мнению управления Россельхознадзора, причиной появления свалки стало отсутствие муниципального контроля. В отношении главы села Карабадахкен Магомед Салтан Агасанова составлен протокол. На данный момент от мусора очищено около 80% загрязненной территории. Полностью ликвидировать свалку планируется к августу этого года. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает, что земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании, подлежат особой охране и эксплуатации строго по назначению. Согласно статье 13 земельного кодекса Российской Федерации, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами и другого негативного воздействия. Минобороны построят в Дагестане более 70 социальных объектов, 16 школ почти на 9 тысяч мест, 50 детских садов и если более чем на 9 тысяч мест. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. На сегодняшний день заключен уже 71 контракт. Еще по двум объектам строительства контракты будут заключены в третьем квартале этого года. Напомним, вчера в ходе рабочей поездки в Дагестан министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главой республики Сергеем Меликовым осмотрел строящиеся объекты, флотилии и социальные инфраструктуры. С 1 июня гражданам России доступен список легальных и нелегальных участников финансового рынка. Проверить ту или иную кампанию до подписания договора и принять взвешенные решения о своих дальнейших действиях можно на сайте Центрального банка. Об этом в ходе пресс-конференции для СМИ регионов ЮФО и СКПО рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова. Она также уточнила, что публикация списков таких организаций не только защищает права потребителей Финуслог, но и формирует справедливую конкуренцию на рынке. Сейчас в базе кампании с признаками нелегальной деятельности около 2000 организаций. По итогам прошлого года в регионах Южного федерального округа и СКПО выявлено 112 организаций с признаками нелегальной деятельности. В Дагестане выявлено 13 нелегалов финансового рынка. С полным перечнем кампании можно ознакомиться на сайте Банка России. Ради защиты интересов граждан Банк России принял решение информировать о выявленных нелегальных участниках финансового рынка до момента прекращения их деятельности, что очень важно. Это сделано специально для того, чтобы граждане могли заранее сориентироваться, принять обдуманное решение и постараться не попасться на удочку у мошенников. Мы призываем всех граждан быть внимательными. Что это значит? Мы рекомендуем проверить информацию о компании, финансовые услуги, которые привлекли вас до момента заключения договора. Это можно сделать на сайте Банка России через вкладку «Проверить финансовую организацию». Она находится на главной странице сайта Банка России. Первый заместитель муфтия Дагестана Абдулла Аджималаев посетил с рабочим визитом в Республику Татарстан. Он принял участие в совещании, посвященном вопросам подготовки и проведения тысячестолетия принятия ислама Волжской Булгарии. Совещание провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Абдулла Аджималаев поприветствовал участников совещания от имени муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди, а также выразил поддержку братскому народу Татарстана. В мечетях Дагестана продолжаются бесплатные летние курсы. К слову, в центральной джума-мечети около 90 преподавателей обучают более тысячи мальчиков и 700 девочек. Школьники от 7 лет и старше знакомятся с арабским языком, чтением Корана, намазом и основами религии. Уроки проходят с 9 утра и до обеда каждый день, кроме пятницы, и продлятся до 20 августа. Набор в группы еще продолжается. Как отмечают представители муфтията, такие занятия помогут уберечь наших детей от пагубного влияния общества и соцсетей. Кто бы подумал, что обычная детская игрушка может сподвигнуть на творчество. Хобби дагестанского сварщика Нурмагомеда началось с железного человечка, которого он смастерил для своего сына. И вот спустя 12 лет музей Махачкалы представляет персональную выставку Нурмагомеда Амарова «Железо». О творческом пути художника и скульптора расскажет Карим Данеев. Железо. Для кого-то строительный материал, а для кого-то инструмент вдохновения. Нурмагомед Амаров нашел второе применение в своей технической профессии. Сварщик по специальности уже 12 лет делает из металлоскульптуры. Здесь неважно иметь образование, потому что есть в истории искусства примеры, где люди, не имеющие художественного образования специализированного, просто открывали вехи целые в искусстве. И тут это либо есть, либо нет. А вот у него еще очень высокое чувство стиля, композиции, вкуса. И я просто могу поздравить всех нас, что у нас появился новый художник. Первую свою скульптуру Нурмагомед сделал для сына. Это был «Забавный железный человек». Затем были другие работы. Амаров увлекся созданием скульптур из металлических отходов и лома. Это «Донь Кихот». Его автор также собрал из того, что нашел под рукой. Когда-то ржавые железки теперь красуются в музее и поражают воображение зрителя. В особенности первые работы, это были те, которые, ну вот просто было время, свободное, груда мусора, и он начал из этого что-то конструировать. Когда вообще ничего нет, то входят болты, и появляются вообще вот эти маленькие, невероятные по пластике фигуры. Это люди, это вот «Донь Кихот», это мотоциклисты, или вообще потрясающая здесь есть одна фигура, где просто из одного гвоздя ты видишь абсолютно персонаж живой. То есть это вот человек. А по факту это вот из одного гвоздя сделать такую линию, чтобы мы все поверили, что она живая. Это вот, это, конечно, это талант. Увлечение Нурмагомеда Амарова переросло в серьезные занятия. Его произведения – это парковые и интерьерные скульптуры. Его инсталляции украшают городские пространства, музейные и частные собрания. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Фестиваль традиционной культуры «Шатлык» прошел в Кайкенском районе. Он приурочен к столетию до СССР. «Шатлык» переводится как «радость», и мероприятие действительно получилось ярким и насыщенным по программе. Здесь были представлены номера, передающие самобытность музыкально-песины, празднично-обрядовая, семейно-бытовой культуры народов Дагестана. Участниками фестиваля стали лучшие коллективы из разных муниципалитетов республики. И о спорте. Борец «Вольник» Рашид Курбанов стал вторым призером на международном рейтинговом турнире, проходящем в Польше. На мемориал «Васлова Циолковский» дагестанский легионер сборной Узбекистана выступал в весе до 79 килограмм. 34-летний Курбанов провел три схватки, уступив только в финале в напряженной борьбе атлету из Словакии. В первый день на турнире выступили и другие дагестанские вольники – олимпийский чемпион Шарип Шарипов и призер чемпионата мира Магомед Гаджи Нуров, которые не попали в число медалистов. Двое дагестанских бойцов выступят на очередном турнире Лиги ПФЛ в США. Турнир с участием Ахмеда Алиева и Мавлида Хайбулаева пройдет в Атлантик-Сити в ночь на 11 июня по московскому времени. Оба спортсмена проведут свои вторые поединки в рамках Гран-при за миллион долларов. Месяц назад экс-чемпион Fight Nights Ахмед Алиев победил судейским решением белоруса Михаила Одинцова. В следующем бою легковеса ждет выходец из Таджикистана Лоик Раджабов. О незнающей горечи поражении в официальной статистике Мавлид Хайбулаев в мае одолел серба Лазара Стоядиновича. Завтра в поединке с экс-бойцом UFC Шейманом Марайесом он попытается одержать 17-ю победу в ММА. Смотрите нас также на сайте ннттв.ру А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»